Таких правах не говорится, не разговаривать не было возможности, абсолютно. Нас держали 5 часов, я только заикнулся, что мне нужно позвонить адвокату, и мне сказали, что сейчас все объяснят, что и права в периоды разотвесят. Ну, примерно так со всеми 50-х делается. Кто-то не понравился, по ногой пошевелил, по-разному, истории жутких из других. РУВД, ну, там по-разному, люди присваивали номера, красили голову краской, ножом стригали волосы и так далее. Или пытали их крыльку расшокерами. И все, что там происходило, это была сплошная попытка. Ну, то есть, стяжки за спиной, люди не могли просто подвинуться. Когда мы их сняли, я, ну, никто, ну, просто адекватно чувствуюсь. Что еще? Здесь мы пробыли... Так, да, меня привезли. Мы были в дворике, бетонированном, не принадлежно, даже не камера была. У нас было, помещение было 5 на 5, ну, 25 метров квадратных, нас было там 100, 20, 125 человек. То есть, ну, мы стояли, там было тяжело даже стоять, там идешь перед... Все требовали выходить в воду, ну, в воду, туалет. Один человек там этим всем занимался, разорвался. У нас-таки камер было 5, даже не камер, но вот этих двориков. Вот, и в итоге нам не воды, а когда ее дали, это было, ну, по 3 глотка. Мы раздавали, бутылки передавали. В туалет тоже нас не пускали, отпустили на первый раз уже на вторые сутки, в 4 часа ночи. Вот. Ночевали мы опять на этом бетонном полу. Ну, 55 человек примерно отпустили без... Ну, в ту же ночь у кого-то были административные, условно, по ГАИ, либо по... по линии военкомата. Вот. Все, кто был из каких-то военных частей, ну, не действующих, ну, вот, мы задерживали как протестантов, вот, к ним было особое отношение, ну, их там избивали. Вот. У кого-то находили какие-то подручные средства, их помечали, и где бы они ни находились, их сразу сдавали сюда, этих, и избивали. Ну, вот. Людей, ну, сегодня, которые, ребят, которые были в камере, ну, у них просто ноги были как барабаны, то есть, у нас только огромная гематома. Причем, что, ну, большинство попали просто под хапун. Даже если бы они где-то и засветились, ну, просто там, где не было абсолютно никаких скоплений, нас тоже задерживали, то есть, вот, три человека, оно было, одного отпустили сразу, вот, ну, и, как бы, нам уже приписывали массовые мероприятия, которые мы не согласовались, сменились, там, или каким-то образом. Российский блонд, да, за иллюзией. Ну, вот он мне рассказывал, что где я не был, 20 точек, горячие, причем в Ливане, там, в Турции, и более жесткого, большего беспредела он нигде не видел. Здесь, ну, жаль, что у него никаких медиаматериалов нет вообще, то есть, ну, не успел вообще ничего сделать. Но впечатление, я думаю, скоро свои опишут подробно. Его сегодня депортировали. По крайней мере, сегодня из камеры его забрали. Так, как его звали, Антон, я не помню его и фамилию. Антон, ну, канал The Illusion, миллионник. Говорили, что заставляли петь гимн. Да, людей привозили, заставляли петь гимн, но это в автозаках, кто там сбивались, их избивали. Вчера, опять же, зверски избивали людей, привозили, человека заставляли кричать, мы любим ОМО. Рассказывали из других РУВД, там, издевала девушка из ОМОНа, и у них это была просто игра. Она бьет, говорит, давай я покажу, как надо. И вот так сбивали людей. Пыки электрошокерами, угрозы девушек тоже, ну, когда привозили, слышали крики зверские, угрожали. Ну, всякие мерзости, мы говорили, ну, просто подавление эмоциональное. А про то, что вы говорили, там, красили волосы? Людям мы красили волосы и в лицо, баллончиками газа распыляли. Людей и тех, кого ловили в УАЗиках, еще травили газом прямо в машине. Скажите, это все было при задержании в РУВД, а внутри здесь как? Здесь, скажите так, самое тяжелое было это именно в РУВД, потому что, ну, все кинули просто на пол, ну, никого в здании не держали, либо на бетон, на пол, либо на землю. И в таком положении, со стяжками на руке, на руках, то есть, ну, первые там пару часов, никто даже ни о чьей речи не было, чтобы просто как-то быстро эти стяжки ослабить. Потом какие-то пошли поблажки, ну, ребятам, некоторые рассказывают, что под утро уже, ну, утром они уже разрешили их, как-то, в любом положении. У нас все было на уровне строже, то есть, никто никому не разрешал шевелиться. Ну, в аду, ну, единственное, что можно было в аду просить, это было легче, чем получить ее здесь, потому что здесь мы были в дворике, 120 человек, помещение было 25 метров квадрата. Евгений. Евгений, и когда вас задержали? В понедельник меня задержали. Партизанский проспект, ну, за колхозным рынком. В протоколе написали, что меня задержали на станции метро Партизанской. Сейчас скажу адрес. Не вспомню. Ну, в общем, он был в километре. Ну, и там все равно не было нигде людей. Это был обычный хапун. Нам сегодня, который нас отпускал в милиционер, я говорил, что его тоже. Просто сели под хапун, и вот он тоже чуть не попал, не прошел через эту ситуацию. При мне, парня, которого тоже сына грузили, у него была вся голова красная, кто расклеивал листовки и клеили на спины бумажки и так далее. Бумажки? Да, листовки различные. Вот, что еще? Ну, а Кристины здесь не бились. Ну, как сказать, вчера, который привозили, ну, в любом случае, меня судили, стоит судья, ну, то есть, вот, пойдет процесс, и я вот из окна вижу, как людей привозят и бьют. У меня точно так же. То есть, ну, у меня там, как бы, я пробежался, проходные удары, то есть, ничего страшного там не произошло. Но отдельных, ну, не то, что отдельных, это не скажу, что какие-то были большие исключения, ну, ставили еще в стенки и просто били, то есть, не было такого, что проходи. Ну, вот здесь, да. Вот. Можете, проходили, можете, что это значит? Можете рассказать? Ну, из-за стазака выталкивают и в здании, и стоит колонна людей, машет дубинки. Вас не били? Вас пугали? Нет. Я бы показал, вы из меня посадили. А уже он, уже выпустили? Посадят уже, они сами все. Вас уже выпустили. Покажите, пожалуйста. На запад. Не подходите близко, не подходите близко. Ах, блядь. Ужас. Вас не били. Нет, они, конечно же. Ночью, этой ночью заставили подписать протоколы, написанные, собственно, сотрудниками РУВД. Никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли. Те, кто не хотел, отказывался подписать, били и вынуждали в итоге этот протокол прокурора. Нет. Нет. Собственно, судебное разбирательство было прямо здесь. Это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья. В автозаке меня двое били. Трое стояло, и двое било. Все в крови было. Стены, пол, руки у них тоже были в крови. Эти дубинки лизинные были в крови. Все было в крови. Что они при этом говорили? Ну, что... Вот вам ваши перемены. Потери перемен, добились перемен. Все равно, дети, женщины. Мы когда во второй раз пошли на митинг с подругой со вторника на среду, женщину с ребенком просто за волосы тянули в автозак. То есть, ничего никто не спрашивал. Но при этом со понедельника на вторник, когда я шла с работы, получилось так, что щиты, которые были там, они, получается, меня с подругой окружили, и когда побежал ОМОН, ОМОН стучал просто по щитам. У нас было 5 человек, а просто окружили нас щитами. У нас, девушек, было, ну, штук 6-7 в этом кругу. Это было страшно, честно скажу. Я никогда еще так не боялась ходить по городу, в котором родилась. 18 лет я тут живу и первый раз такое вижу.